Уважаемые жители города и района, разрешите мне от имени Президиума Бориспольской городской организации ветеранов Украины поздравить вас с наступающим праздником 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь ко всем фронтовикам, участникам боевых действий в Великую Отечественную войну, партизанам, подпольщикам, детям войны, труженикам тыла, вдовам, которые дожили до сегодняшнего дня, пожелать вам мирного неба, спокойствия в семье, благополучия и надежды на будущее, что будет еще лучше. Вы пережили такие тяжелые годы фронта, тыла, когда приходилось не считаться не со своим здоровьем, с болезнями, а идти и защищать свою родину. Те, кто пережил ужас войны, знают, что это такое. И сегодня хотелось бы склонить голову перед теми воинами, жителями города Борисполя, которые сложили и отдали свою жизнь на полях Великой Отечественной войны, которые были расстреляны в городе Борисполе, и сказать им «Вечная слава! Мы о вас помним и никогда не забудем». Мне хотелось бы обратиться ко всем фронтовикам, чтобы они, зная то, что они пережили, смогли передать свой опыт детям, чтобы те знали, что такое война и как к ней надо готовиться. Мы должны вырастить то поколение молодых патриотов, которые любили бы свою родину и умели ее защитить в любое время. Нам такая молодежь сегодня нужна. И все зависит от того, как дедушки, бабушки могут воспитать свое поколение детей и внуков и рассказать им об этом. Мне хотелось бы напомнить о том, что практически весь город Борисполь был разрушен в период Великой Отечественной войны, но за короткий срок было все восстановлено и все построено. И это, конечно, большая заслуга всех тех тружеников тыла, которые смогли это все сделать. Как ни печально, но у нас сейчас остается с каждым годом все меньше фронтовиков, те, которые прошли ужас войны. Я вспоминаю сегодня и преклоняю голову перед участником трех войн Тищенко Николая Яковлевичем, который прошел финскую, отечественную и японскую войну. Но он один такой остался у нас в городе, который это прожил. И хотелось бы пожелать им, всем фронтовикам, всем тем, кто дожил до сегодняшнего дня, мирного неба. Пусть они спят спокойно, надеясь на то, что молодое поколение сумеет защитить и Родину, и своих престарелых родителей, дедушек и бабушек. С праздником вам, дорогие друзья! Чтобы вы всегда помнили об этом празднике 9 мая, знали, что это День Победы, который прославил нашу Родину на века. Спасибо вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова